Минтранс России при участии ГИБДД разработал новый проект правил дорожного движения. После недавних страстей с нетрезвым актером, первое, что пришло в голову, ну теперь уже стачат. А нет. Началось обсуждение и почти тут же закончилось. Не то, чтобы нечего обсуждать, но предлагаемые нововведения больше заинтересуют пешеходов, чем автомобилистов. Хотя и их ждет кое-что интересное. Например, тонировка стекол. Минимальное значение светопропускания ветрового стекла в случае принятия поправок будет равняться 70%, а не 75, как теперь. Тонировка остальных стекол не будет нормироваться вообще. Многим это, конечно, понравится. Но самое интересное касается так называемых средств индивидуальной мобильности. Это электросамокаты, мотоколеса, сегвеи, скейтборды и ролики. Их владельцам запретят управлять средствами в нетрезвом состоянии и разгоняться более чем на 20 километров в час при совместном движении с пешеходами. Выходит, сейчас они могут в нетрезвом состоянии наезжать на пешеходов на тротуарах со скоростью более 20 километров в час. А мы и не знали. С каждым днем их становится все больше и случаи наездов действительно отмечаются, но не фиксируются. Нет оснований. Забавно будет, если вас сшибет электросамокат и тут же умчится вдаль. Не знаю, помогут ли новые правила в борьбе с пьяными самокатчиками, но разрешение управления средствами мобильности подросткам от 7 до 14 лет наверняка создаст на тротуарах немало переполоха и уже создает. Однако больше всего споров о другом. А можно ли подросткам разрешить садиться за руль с 16 лет? Правда, только на проселочных дорогах и только в сопровождении родителей. Говорят, подростки и так колесят по проселкам. Так что лучше разрешить. А то вот в Канаде или США в некоторых штатах можно получить водительские лицензии уже с 14 лет. И родители там не заморачиваются, чтобы контролировать своих детей. У нас, по всей видимости, тоже не будут. Подростки и сейчас предпочитают кататься без присмотра старших. К чему это может привести? Нет, я не думаю, что ошалевшие подростки в скором времени захватят все тротуары, проселочные дороги, обочины улиц и на скорости много больше 20 км в час помчаться на перегонки. Этого никогда не будет. Особенно, если их ответственно и качественно будут учить в автошколах и дома. А что касается либерализации будущих правил дорожного движения, то она хороша только до определенного предела.